В эфире «Углегорские новости» в студии Екатерина Петрова. Здравствуйте! Наша служба новостей готова подвести итоги этой недели. И вот какими будут главные темы выпуска. В Углегорском районе приводят в порядок дворы. Кто-то доволен, а у кого-то есть претензии. Тротуар до конца не доделан. Переход от магазина. Идешь два шага в магазин и в грязь. Шахтерские жители и управляющая компания страдают от незаконного слива горячей воды из батарей. Горячая вода шла. У меня даже машинка стирать не стала. Полоскать. Ежегодный фестиваль «Осенние ритмы» прошел в Углегорске, что исполняли участники, как прошел концерт. Я люблю первое место. Люблю побездачь. Углегорцы и шахтерцы стали победителями ежегодной премии «Сахалинский маяк». Конкурс проводят по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лемаренко. Итоги подвели 4 ноября в День народного единства без зрителей, но в прямом эфире. Всего было 27 номинаций и 842 заявки на участие, в том числе от жителей Углегорского района. Дорогие друзья, в День народного единства мы подводим итоги нашего большого сахалинского конкурса «Сахалинский маяк». Этот конкурс был задуман ровно год назад, когда мы отмечали День народного единства. И мы понимаем, что этот праздник связан с обычной деятельностью обычных людей. В проекте «Горда из Сахалинской области» победителем стал ветеран войны и труда Александр Самарин, старейший житель Углегорского района. Накануне подведения итогов конкурса наш корреспондент встретился с победителем. Орден Отечественной войны. Две медали за боевые заслуги. За победу над Германией и над Японией. Ну а в номинации «Известный островитянин» победил уроженец Шахтерска, певец, блогер Ярослав Сумишевский. На карте мира Сахалин, Сахалин, мои суровые дали. На карте мира Сахалин, Сахалин, а мы же взрослыми стали. В номинации «Гражданская позиция» лучшим признан руководитель городообразующего предприятия Олег Мисевра. В категории «Народный педагог» победила Элина Любомирская, учитель-логопед детского сада номер 27 Углегорска. Еще несколько призов в этой номинации забрали три педагога Углегорского района. Лауреатами конкурса «Сахалинский маяк» стали педагог дополнительного образования ДДТ Шахтерска Ирина Дмитриева и представители школы номер 2 Шахтерска. Это учитель-логопед Анна Ляхова и педагог-психолог Василий Илюшин. В номинации «Наш двор» управляющая компания «Жилцентр Шахтерска». «Сахалинский горный техникум» получил награду в категории «Лучшее учреждение профессионального образования». Под номинацией «Лучший дом культуры» районный дом культуры «Октябрь». Благотворитель года «Восточная горнорудная компания». Капитальный ремонт дворов в Углегорском районе завершается. У строителей было много работы. Благоустройство велось в Углегорске и Шахтерске. Как проходил ремонт, что оставили после себя строители и как жители оценили результаты? «Ну а где оно? Закончилось или нет? Тротуар до конца не доделан. Переход от магазина идешь, два шага в магазин и в грязь. Видите, вода постоянно течет. А так-то, конечно, лучше, приятнее, что там говорите». «Ну, конечно, хорошо. Хорошо, но маленько не доделали, потому что, по-видимому, это не входило в тот объем работ, который запланировали. А то, что они сделали, это замечательно». Шахтерск. Благоустройство дворов жители уже оценили. Кто-то доволен, у кого-то есть претензии к строителям. Ремонтные работы еще идут. Восемь дворов готовы. Три планируют сдать в следующем году. «Дворы были сделаны по Мира-3, 4, 5, 6, 7. И переходящий проект на следующий год будем заканчивать Мира-10, 12 и 13 дом. «Как оцениваете свою работу?» «Не знаю, люди оценят. Как я могу сам себе оценивать свою работу? Ну, никто не жалуется, вроде бы. Ну, конечно, людям тяжеловато ходить по грязи, да, так сказать. Ну, стараемся, работаем». В Углегорске завершен ремонт по 21 адресу. Обустроены заезды во двор и проезды между домами. Уложены тротуары и пешеходные дорожки. В некоторых оборудованы детские площадки и уличные тренажеры. Установлены лавочки и урны. «Тут есть паскетбольная площадка и спорчевная площадка, а я ее буду спать». «А в целом двор как сделали?» «Ну, сделали нормальный двор, конечно. Но то, что насчет деревьев, очень жалко». «И дороги, и освещение, и площадки детские. Чем у нас было здесь похабное все, но сейчас, конечно, лучше все». Работы строителям еще хватает. В Углегорском районе грязных и не отремонтированных дворов достаточно. В этом году на благоустройство выделили почти 180 миллионов рублей. Привести в порядок получилось 32 дворовые территории. «На следующий год бюджет более скромный, чем в этом году. Пока лимитов до нас еще не доведены, но мы планируем отремонтировать лишь 7 дворовых территорий в Углегорске и 3 переходящие дворовые территории в Шахтерске». Детские площадки, тротуары, новые покрытия, освещение и озеленение. В этом году капитальный ремонт дворов в Углегорском районе завершается. Работы выполняются в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». План работы на следующий год уже есть, но менее масштабный. Это три адреса в Шахтерске по улице Мира – 10, 12, 13, и в Углегорске по улице Свободной – 1, 3, 4, 5, 7, 11, а также двор по лейтенанту Егорова – 4. Евгений Мелехов, Валентина Каменская, Углегорские новости. Заболеваемость с коронавирусом в России растет. 4 ноября был побит рекорд по числу заразившихся. За сутки выявили 19 тысяч инфицированных. Больше всего новых случаев заражения в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. В Сахалинской области с начала пандемии зафиксированы 4 летальных случая. По информации оперативной рабочей группы, правительство Сахалинской области выявлено более 8 тысяч случаев заболевания. Сейчас лечение проходит более 2,5 тысяч пациентов, более 5,5 тысяч человек выписаны. Начало отопительного сезона. Многие ресурсоснабжающие предприятия по всей стране сталкиваются с вырастом теплоносителя. Тех, кто сливает воду и деньги, страдает не только бюджет. Это отражается еще и на добросовестных соседях. В Углегорском районе такая проблема больше всего актуальна для Шахтерска. Подробности расскажет Алина Голоскок. В Шахтерске некоторые в кавычках умельцы так прочно врезаются в систему отопления, что у соседей из крана вместо холодной воды течет горячая техническая. Улица Интернациональная, дом номер 8. Его жители стали заложниками именно такой ситуации. В отопительный период техническая вода из кранов течет регулярно. Пить ее нельзя. Уже бывали случаи отравления. Если холодная вода там определенное время, она проходит трубодезинфекцию, так у горячей отопительной системы там не проходит. С того года началось такое, что мы из крана пьем плохую воду горячую. Она сейчас не горячая, а просто такая нехорошая. Тепленькая, да. Но пили, мы же не знали. Горячая вода шла. У меня даже машинка стирать не стала. Полоскать. Как с этим быть, непонятно. Весь дом у нас в таком положении. Где, блядь, вода? В магазине. Мы покупаем. Когда такой вариант, мы покупаем. А у нас выхода абсолютно нет. Как говорят коммунальщики, кто-то из жильцов незаконно врезается в батарею и напрямую подключает смеситель. Все это местные кулибины организуют в собственных квартирах. Сделать такое в подвале невозможно. Здесь вообще врезаться нельзя. Тем более без нашего ведома нельзя. Так как сразу будет видно на котельной утечке или остановится дом по отоплению. Все дело в разнице давления. В системе отопления 5,6 атмосфер, в смесителе две. Горячая вода из батареи просто выдавливает холодную и заполняет стояк. Итог – разбалансировка всей тепловой сети, от которой страдает целый дом. И само коммунальное предприятие. Оно несет колоссальные убытки. Дом на интернациональные случаи в Шахтерске не единичный. У нас есть тариф, утвержденный РЭК. И по всем тарифам, по этим, мы должны по порядку 17 тысяч тонн за отопительный период сжигать угля. 3 тысячи тонн в год мы пережигаем угля. В денежном эквиваленте это 9,5 миллионов рублей. Такая сумма может загнать долговую яму любое предприятие. В некоторых регионах для борьбы с воровством теплоносителя в него добавляют краситель. В Шахтерске пока предлагают решить вопрос мирно. Всем, кто обратится в управляющие компании до Нового года, незаконные врезки ликвидируют бесплатно. Без заявлений в полицию. В противном случае рейдов не избежать. И тогда уже отвечать придется по закону. За воровство. Алина Голоскок, Евгений Мелехов. Углегорские новости. В Углегорске прошла жеребьевка по распределению жилплощади для переселенцев. Определяли номера квартиры из нового дома по адресу улицы Вайтинского, 15А в микрорайоне Черемушки. Построен очередной трехэтажный дом с двумя подъездами. В новостройке 24 квартиры. Установлены пандусы, скамейки. Во дворе уже есть детская площадка и спортивные тренажеры. Ключи владельцы получат через неделю. Тогда же смогут и переехать. А сейчас ожидают оформление необходимых документов на новые квартиры. И передачу старых квадратных метров муниципалитету. Самое долгожданное, что могло случиться, все случилось уже. Сейчас только ключи получим и переедем сразу. Волнительные эмоции. Пока что в голове, как говорится. Непонятно, не разбери, хочу. Не поняли, что произошло. Переселению в текущем году у нас подлежат 100 семей. Построено у нас три дома. Два дома по улице Приморской. В каждом из них по 35 квартир. То есть на улице Приморской будет 70 квартир. И один дом, два улицы Войтинского. 24 квартиры. Все квартиры сделаны под ключ. Значит, с полным ремонтом. Граждане могут заезжать, уставлять мебель. И, в принципе, благоустроено жить качественно и надежно. 32 месяца. Ровно столько времени требуется, чтобы построить для жителей Никольского важный объект – водозабор. Как меняют систему водоснабжения – подробности в нашем следующем сюжете. В окрестностях Никольского кипит работа. Для села строят новый водозабор. Сейчас источник водоснабжения – это река в труднодоступной части лесного массива. При таком раскладе ликвидировать порывы трубы, особенно зимой, становится делом нелегким. В отличие от существующего, новый водозабор будет расположен более выгодно через дорогу от Никольского. Технологии для строительства используют самые современные. Например, траншеи для прокладки труб под дорогой прокалывают. Установка для горизонтального направленного бурения предназначена для того, чтобы пропускать трубы под дорогой, не допуская повреждений асфальтобетонного покрытия. Воду для Никольского будут брать из двух скважин глубиной 80 метров. Их пробурили у самых сопок. Оттуда вода пойдет на станцию подготовки. Затем, после всех этапов очистки и обезжелезивания, до точки подключения в Никольском. На этой станции водоподготовки есть своя лаборатория. Здесь скваз реагентов. То есть контроль будет жесткий. Стоимость проекта почти 169,5 миллионов рублей. Сюда входит не только новая водостанция, но и вся сопутствующая инфраструктура. Насыпная дорога до скважин, собственная линия электропередачи, трансформаторная подстанция. Объект планируют сдать до 25 декабря 2021 года. Мы сами увидели, из-за погодных условий мы эту дорогу перестраиваем уже несколько раз. Потому что постоянно вода. В настоящий момент мы даже не можем проехать до скважин. Все водяно. С каждым днем вся эта пока разрозненная система в окрестностях Никольского приобретает более завершенный вид. Чтобы в следующем году вода в сельские дома поступала чистая и безопасная. Алина Голоскок, Алексей Пудовкин. Углегорские новости. 26 октября возле Бышнякова штормом бросила на мель гигантский сухогруз. На борту находились 20 человек, а в трюмах почти 14,5 тысяч тонн угля. За спасением судна, которое подробно освещали журналисты нашей телекомпании, следила вся страна. В среду, 28 октября, на помощь сухогрузу подошел буксир Берингов пролив. В этот же день застрявшие судна начали разгружать. Однако силы Берингового пролива не хватило. На помощь подошел буксир Шахтерск-5. Поздним вечером пятницы, 30 октября, из Бышнякова пришла новость, которую ждали многие. Сухогруз удалось снять. 2 ноября он покинул акваторию Бышнякова. Сейчас, по данным морской спасательной службы, Балкер находится на безопасной стоянке у мыса Сюрькум Хабаровского края. Выдолазы обследуют нижнюю часть корпуса сухогруза. После заделки трещин судно отбуксирует в ближайший порт для дальнейшего ремонта. Ну и прямо сейчас прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами. Напоминаю, вы смотрите Углегорские новости. Мы продолжаем рассказывать о главных событиях этой недели. Новая детская площадка появилась в Углегорске. Проект разработан старшеклассниками школы номер 2 и реализован в рамках областной программы «Молодежный бюджет». С юными проектировщиками встретилась наш корреспондент Снежанна Соколова и узнала, как удалось победить. Давай, давай! Делай! Рекорд идешь! 300 квадратных метров детской радости появились в микрорайоне порта Углегорска. Еще недавно тут был пустырь. Теперь самая большая в окрестностях площадка для игр и занятий спортом. Сейчас это место никогда не пустует. Здесь шумно и весело. Турники, качели, карусели и тренажеры. Всего 14 конструкций. Ребятни по душе. Очень здорово, что построили новую площадку. Тренажеры, которых нигде нету. Красивый вид на море. На сопку там тоже вид есть. Тут можно побегать хорошо, нагулять аппетит. Здесь могут отдохнуть старые люди и молодежь. Мы в том году с ребятами приходили на субботник и убирали здесь траву и мусор. И красили памятник. Игровая зона появилась благодаря ребятам из второй школы. Единственной в микрорайоне порта. В рамках областной программы «Молодежный бюджет» старшеклассники придумали три проекта. Из них выбрали только один. Беговая дорожка и стадион предложил девятый класс. Седьмой предложил крыльцо сделать школьное. И мы предложили спортплощадку. Вся школа голосовала и выбрала наш проект. И мы очень рады этому. Кстати, эта площадка не первая победа учеников. Два года назад тот же молодежный бюджет помог в старом заросшем сквере уложить брусчатку, установить лавочки, разбить цветники. Красоту здесь теперь наводится обща, всей школой. Пропалываем цветочки, обрабатываем их, добавляем удобрение специальное, чтобы им было меньше травы. У нас каждый год вокруг школы самые красивые цветы. И в сквере тоже. Идешь с работы, видишь, как детвора играются, как веселятся, как катаются с горочки, душа радуется. В общем, здорово, что наши дети все-таки выдвинули этот проект. И хорошо, что он у нас выиграл. Спасибо строителям, что оформили, все правильно сделали. Я думаю, что это замечательный подарок жителям порта от Углегорской школы номер два. Школьники говорят, благоустройство сквера продолжит. Идею ребят много. Главное, чтобы местные жители ценили и берегли всю эту красоту. Снежана Соколова, Евгений Мелихов, Углегорские новости. Из онлайна в офлайн в Доме культуры «Октябрь» прошел живой концерт. В период пандемии почти все выступления РДК были в удаленном формате. Фестиваль «Осенние ритмы» стал первым в открытом режиме. Кто вышел на сцену, а кто пришел в зал, расскажет Дарья Кораблева. Пятилетний Сергей Смольников сразу покорил сердца зрителей и забрал главную награду фестиваля – приз мэра. Я просто, ну я люблю первое место, люблю побеждать. И вот тут вот точно победил. Воспитанники театра песен ассорти исполнили песню «Закаты Аллы» и «Бессмертный полк». Алексей Уряднов пришел учиться вокалу месяц назад и уже на сцене. Гордость за то, что вот наши солдаты никогда не отступали. Выдали же приказ такой, что ни шагу, ни назад. И в итоге люди пошли и сломали стены. Это меня всегда мотивировало делать все. Я хожу на целых шесть кружков, потому что я понимаю, что есть люди, которые сделали в разы больше. И потому беру с них пример. Каждый год в фестивале особенная тематика. В этом победа. Поэтому перед жюри задача еще ответственней. У мэра Углегорского городского округа Сергея Дорощука точно. Смотреть детей всегда очень приятно. У нас есть настолько профессионально подготовленные люди, которые... Ну, я так понимаю, что это были в основном преподаватели наших музыкальных учреждений. Они готовят себе хорошую, достойную смену. В период пандемии все концерты проводились в онлайн-формате. Фестиваль песни стал первым в открытом режиме. Зрителей немного. И с соблюдением всех мер безопасности. Дарья Кораблева, Евгений Мелехов. Углегорские новости. Компенсацию ипотеки могут получить углегорские семьи с детьми. Документы принимаются до 20 ноября. Обязательное требование – это проживание одного из родителей на территории Сахалинской области не менее 10 лет. Вся семья должна иметь российское гражданство. Для оформления компенсации нужно обращаться в отделение соцзащиты. Это мера социальной поддержки для тех, кто родил детей в 2020 году. Значит, кто взял ипотеку в 2020 году, вне зависимости, в каком банке. То есть при рождении первого ребенка эта сумма составляет 500 тысяч, второго – миллион, и третьего – не более двух миллионов рублей. Баскетбольный турнир прошел в спортивном комплексе «Углегорский». За кубок сразились четыре команды. Так, спортсмены открыли сезон. На поле встретились два давних противника. За борьбой наблюдала наша съемочная группа. В турнире принимают участие четыре команды «Легион», «Вояж», «Юноши» 5-й «Углегорской школы» и «Шахтерск». Александр Гагаркин играет баскетбол 15 лет на турнире за шахтерскую команду. Совсем недавно вернулся из Саранска и сразу решил – надо собирать баскетбольную команду. За долгое время в первый раз выставил из команды «Шахтерска». Поскольку я недавно приехал с материка и решил снова возродить команду «Шахтерска». Потому что на протяжении очень долгого времени команды не было. Лет 5, если мне память не изменяет. Поэтому хочется возрождать спорт в «Шахтерске» непосредственно. Сергей Галкин занимается баскетболом 12 лет. Игру ждал с нетерпением. Сразу видно – он капитан. На поле ведет себя уверенно, без лишних движений. Сергей признается – соперники сильные. Но это еще больше мотивирует на победу. В итоге команда Сергея Галкина «Легион» вышла в финал и победила. На поле и правда интересно. Константин Осипов с детства наблюдал за тем, как играет дядя. Теперь они на одном поле, но в разных командах. Через год Константин уедет учиться. Но баскетбол обещает не бросать. Сейчас 11 класс. Если я поеду куда-то поступать, постараюсь найти команду. Тоже играть, заниматься. Четыре команды и один кубок. Этим турниром баскетболисты открыли спортивный сезон. Следующая игра состоится ближе к Новому году. Так что у тех, кто сегодня не смог забрать кубок, есть шанс отыграться. Евгений Мелехов, Дарья Кораблева. Углегорские новости. Участницы фитнес-группы «Здоровье» знают, как не болеть и выглядеть прекрасно. Девушки, женщины и даже бабушки три раза в неделю бесплатно занимаются спортом с тренером Еленой Актугановой. Про мотивацию и успехи расскажет Юлиана Александрова. Тренировка в самом разгаре. В этой спортивной группе главное – настрой. А вот на что – похудеть, улучшить здоровье или поднять настроение – это уже на выбор. Тренер Елена Актуганова. У нее со спортом история серьезная. Зал пришла 10 лет назад. Здоровье поправить, да, там подтянуться. Тогда еще молодая была, помоложе. И думаю, это стало заниматься в тренажерном зале. Тут одна женщина пришла в тренажерный зал, посмотрела, там девчонки занимаются две. Одна, сегодня одно занятие, одна женщина, второе занятие, другая. И так вот что-то нас набралось. Группа набралась быстро. Елене предложили стать тренером-общественником. Теперь занятия три раза в неделю, бесплатные. Администрация помогла приобрести инвентарь. Лидия Ивановна – первая, кто пришел в группу к Елене. Тренировки не пропускает. Нам не то, что нравится, мы сюда бежим прям. Хотя вот некоторые говорят, ой, как скучно на пенсии, там. Мы с удовольствием идем. А тем более сейчас у нас бесплатно мы ходим. Вообще прекрасно. Елена Дементьева на тренировки пришла с подругой за компанию. Пять лет назад. Сначала спорт, затем здоровое питание. Не сразу, но результаты удивили. За два месяца Елена похудела на 11 килограммов. Полюбить себя – это самый главный девиз. Полюбить себя. Потому что пока ты себя не полюбишь, не захочешь, никакой мотиватор не работает. Так как я являюсь такой красивой женщиной в теле, так скажем, ну, у меня не сразу были результаты, потому что где-то помимо спорта нужно же поддерживать еще здоровое питание. Да, как бы. И не всегда придерживаешься, потому что себя жалко, хочется чем-то сладенького, что-нибудь вкусненького. От сладенького отказалась и Юлия Тетерина, а тренировки помогли увидеть на весах минус 12 килограммов. Конечно же, есть результаты. И я на протяжении двух лет занималась вообще очень интенсивно. Это был 2017-2018 год. Мне удалось добиться хороших результатов. Минус 12. И вот во время пандемии, конечно же, мы немножко все расслабились. К сожалению, не смогли посещать спорткомплекс. Сейчас возобновились тренировки, и мы с новой силой стараемся добиваться лучших результатов. Даже в пандемию удавалось проводить занятия. Встречались на берегу или на стадионе. Занятия спортом сдружили. По выходным катаются на велосипедах. Зимой ходят на лыжах. А еще рады новеньким. Прийти в спортивную группу здоровья может каждый. Ограничений нет. Юлиана Александрова, Алексей Пудовкин. Углегорские новости. Ну а те углегорцы, кто еще не ходят в спортивный зал, могут принять участие в марафоне. Он уже стартовал и продлится до 28 декабря. Каждый понедельник в официальном аккаунте спортивного комплекса «Углегорский» выкладывают видео с заданием. Участникам дают три дня, чтобы повторить тренировку. Кроме этого, ее нужно снять на видео и выложить у себя в аккаунте, не забыв отметить СК «Углегорский». Первым, кто это сделал, стал Всеволод Нам. Я выполнила задание, что надо сделать три раза верхнюю передачу. А потом кинуть ее наверх. Организаторы предупреждают, задания непростые, поэтому перед съемкой сделайте разминку. Победить в конкурсе сможет тот, кто креативно выполнит все задания. Приз – беспроводные наушники. Важно донести было информацию именно людям, родителям в частности, о том, какие у нас вообще виды спортивной деятельности существуют в округе. То есть для того, чтобы родитель мог прийти в любой момент и выбрать направление, которое нравится его ребенку, либо задатки видят этого вида спорта, и вот уже знал, куда обратиться. Еще один марафон приготовили для жителей Углегорска. Марафон ползунков, уже пятый по счету, состоится мероприятие 28 ноября в Доме культуры «Октябрь». Приурочен к празднованию Дня матери. Конкурс делится на три этапа. Это ползунки – дети от 6 месяцев до 1 года, ходунки – от года до 1,5 лет и бегунки – от года до 2 лет. Чтобы получить звание чемпиона и стать призером забега, малыши должны на скорость проползти, прошагать и пробежать короткую дистанцию. Заявки принимаются до 24 ноября по номеру 43-302. Победители будут объявлены в день марафона. При нынешних обстоятельствах, где праздники с массовым пребыванием людей приостановлены, мы все-таки нашли способ не обделить тех деток, которые имеют свойство расти и вырасти из того возраста, чтобы принять участие в этом конкурсе. В этом году у нас приняты меры. То есть он будет проходить для каждой номинации в разное время. Для каждой четверки будет свое время назначено. Это были углегорские новости. Прямо сейчас прогноз погоды. Если вам есть что рассказать и показать, отправляйте свои фото и видео нам. Номер вы видите на своих экранах. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Температура днем до 4 градусов тепла. Ночью будет плюс 1 градус. Воскресенье пасмурно. Возможно, небольшой мокрый снег. Днем температура воздуха будет плюс 2. Ночью понизится до минус 1 градуса. Ветер до 15 метров в секунду. В понедельник ожидается малая облачность. Снег. Днем минус 1. Ночью 4 градуса ниже нуля. Порывы ветра до 14 метров в секунду. Вторник. Облачно. Вероятен небольшой снег. Температура минусовая. Днем минус 3. Ночью минус 4 градуса. Ветер до 13 метров в секунду. В среду прогнозируется переменная облачность. Небольшой снег с порывами ветра до 14 метров в секунду. Днем термометр покажет минус 2. Ночью минус 4 градуса. А вот в четверг и пятницу ожидается ясная погода. Днем воздух прогреется до плюс 5 градусов. А ночью похолодает до минус 4. Ветер ожидается до 11 метров в секунду. Это был прогноз на неделю. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok